я приветствую вас дорогие друзья я вот смотрю повсюду готовят курицу с майонезом я думаю ну что я рыжий что ли тоже приготовлю курицу с майонезом новый год ведь скоро поэтому чё там мучиться все стараются сделать блюдо так чтобы и гарнир и основной ингредиент готовились одновременно и потом их можно было бы подать на стол сегодня будет курица с рисом смотрите простейшее блюдо которое очень подходит к новогодним праздникам у меня здесь есть куриные окорочка куриные окорочка вот они вот так выглядит я их купил на рынке будем считать что это фермерский сейчас модно говорить фермерские но самое главное чего они волосаты да поэтому мы должны их опалить все волоски во первых когда мы их опалим курицы появляется такой домашний вкус это очень важно например в ростове на рынке да и в краснодаре перед тем как продать курицу ее вначале опалят а потом тебе продают это создает как бы некое ощущение что ты купил деревенскую курицу вот такой маркетинговый ход но это хороший ход и мне он нравится на вот тут местами кожи у нас даже поджиг подожглась ничего страшного это даст нам создаст нам вкус самый настоящий домашний по эти тут и волосы не все выдернули небритая курица у нас скоро будет называться канал стоя одно применение газовой горелки ну что уже в комментариях пишут типа блин я иду попасть горелку так что людям от нравится супер теперь нам нужно взять масло и полить маслом окорочка а потом только солить и перчить потому что тогда на масло прилипнет и соль и все остальное значит солю перец табаско я люблю остроту поэтому всегда добавляю всякие то чили то табаско в еду чуть-чуть соевого соуса без соевого соуса русский чак тоже жить не может хотя это является азиатским ингредиентом поболтали поболтали в общем у нас курица вот такая получилась красивая в соли в перце с маслицем класс то что нам нужно сегодня рыбный соус добавлять не будем потому что у нас есть оператор который очень любит все есть рыбным соусом его у нас нету поэтому без рыбного соуса сегодня курицу отставляем отваренный рис уже отваренный рис кубанский дешевый простой наш вкусный рис я его слегка подсолил теперь я добавляю сюда вот такой вот смесь специй у меня здесь попалась в общем что у вас будет на столе то и берите это смесь специи для вока поэтому мы добавляем в рис вот эту смесь специй для того чтобы здесь тоже соль есть чуть-чуть поэтому будьте аккуратны главное не пересолить смотрите специями сильно не увлекайтесь по приправили достаточно чуть-чуть масла немножко и обязательно чеснок потому что какое самое традиционное российское блюдо это курица намазанная майонезом и чесноком вот и я делаю то же самое только по-другому должны же мы как-то отходить от стереотипов но не забывать о том что любят наши гости и друзья чеснока побольше потому что у нас будет запекаться основной аромат уйдет во время тепловой обработки так что мы получаем получаем вот такой намятый чеснок из него выходит сок тем самым сильнее ароматизируя вообще все это так сказать вот это овощное как что такое чеснок овощное чудо гастрономическое чудо как русские люди жили без чеснока хотя меня там и троллят периодически не пошло в каждом блюде добавлять чеснок да русский чак без чеснока жить не может смотрите чеснок приз теперь мы добавляем майонез майонез берите классический обычный без всяких там добавок пару столовых ложек здесь тоже не надо перебарщивать нам главное рис насытить вкусом вот теперь все перемешиваем получается такой рисовый салат кстати уже можно есть то есть если у вас гарнир остается тарелочку накладываете на стол ставите типа это рисовый салат потому что как в стиле русского советского застолья все что с майонезом все можно превратить салат взял любые ингредиенты замешал с майонезом получился салат крабовые палочки сделаны из полиэтиленовых пакетов и в салат чипсы сделанные из крахмала салат я помню в юности у нас был один из самых топовых это крабовые палки яйцо лук и чипсы крабовые когда в красноярск иногда приезжаю виду же вижу магазине на автомате прямо ностальгирую покупаю три штучки 7 2 как я это вообще жжал в детстве но такое у нас было детство очень популярный был суп кстати из сайры картошка морковка сайра бульон в смысле вода все товарищ варишь получается очень вкусный суп она кстати надо сделать будет такой теперь все это божественное сочетание перекладываем в емкость для запекания вот так ставим выкладываем смотрите сколько вам примерно нужно там по 3-4 ложки на персону все делаем такую подушечку теперь выкладываем окорочка 1 3 и соответственно 4 сдвигаем их так чтобы они вроде как и касались друг друга но было небольшое расстояние все получается у нас все соки которые будут выделяться при жарке окорочков они куда будут уходить в рис когда вы готовите это отдельно что получается что у нас на противне все время вот это вот все самое вкусное выгорает высыхает так у нас рис насытиться всеми соками от куриц так духовочку ставим как я люблю наши медеевские телескопические направляющие вытащил противень поставил что тебе надо она сама туда заехала главное выставить правильную температуру я конвекцию не стал чтобы верхушка не сушилась вверх-вниз без конвекции 200 градусов и ставим таймер на 30 минут но периодически все равно посматривайте чтобы ничего не подгорало если подгорать значит температуру нужно будет немного убрать класс окорочка в итоге простояли не 30 а 40 минут причем последние пять минут я еще вертикальный гриль врубил чтобы они немножко так колернулись пахнет все великолепно остались последние штрихи видно что жидкость вся впиталась в рис рис даже местами немножко пристал к дну это вкусно всегда мы знаем что поджаренный рис со дна сковородки или емкости всегда намного вкуснее что мы делаем выкладываем в тарелку рис это же все-таки гарнир теперь выкладываем самый красивый окорочок давайте вот это теперь берем наршарап наш любимый глянцевый соус смазываем сверху окорочок чтобы он стал еще вкуснее у меня жареный кунжут припасен посыпаем жареным кунжутом пару кусочков томата обязательно конечно же зелень у нас здесь должен быть и лучок и кинзулька и укроп вот такое простое и очень вкусное понятное блюдо готова к тому чтобы пойти к вам на стол и украсить его своим ароматом видом и порадовать гостей медея почувствуй себя дома